Кому-то хочется там подольше побыть, и чтобы его еще покормили, допустим, да, какой-нибудь вкусной едой. Фальшивые деньги часто в Сауоле? У нас в русских смекалка такая, потому что мы постоянно в ахуе. То есть, нас постоянно какая-то... То, что нас ебут, а мы кривчаем. Нас ебут, а выкривчаем, да. То есть, ну, как бы это постоянно происходит, и, понятное дело, мы в любой хуйне выживем, как бы, и выкрабкаем. Ну, большинство, кто не изнеживался, европейцы, они более добрые. Сколько девушек курирует один охранник? Вот, допустим, ты один на десять девушек, или нужно вас там двое на десять? Какое соотношение? Как правило, то есть, агентство отправляет, ну, в определенный момент курирует одну страну какую-то, да, то есть, ну, плотнее всего. И в этой стране, как правило, находится, то есть, ну, энное количество охранников, допустим, там, три-четыре охранника. То есть, вы не летите с ними, да, вы уже там на месте? Кто-то с ними летит, кто-то уже на месте, то есть, это постоянная текучка, потому что у кого-то там виза к концу подошла, у кого-то, кому-то нужно лететь обратно, возвращаться в страну по определенным причинам, кому-то деньги везти нужно, да, кассу непосредственно. То есть, там мультизадачность, ну, возвращаемся к вопросу о том, что охранник – это человек, человек-мастер на все руки, мультизадачный, находчивый и так далее. То есть, там покрывается множество вопросов, соответственно. Но стоит отметить, что девочек больше, чем, ну, девочку, либо девочек нескольких, да, в апартаментах больше, чем на сутки одних не оставляют. То есть, ну, для того, чтобы психологически это не угнетало. Вот. И для того, чтобы был контроль постоянный, то есть, ну, за внештатными какими-то ситуациями. То есть, ну, и охранники могут в пределах одной страны курсировать, перемещаться для того, чтобы покрывать все необходимые вопросы, которые возникают, то есть, ну, в рабочих процессах. Форс-мажорные ситуации, какие бывали на твоей памяти? Нападали на охранников, то есть, ну, свернул не туда. Идешь по городу, свернул не туда. Не очень благоприятный квартал. Вот. И можешь нарваться. То есть, ну, у нас ограбили одного паренька. Вот. Но благо живое осталось. Это просто же ситуация, когда любой турист может в нее попасть, просто ограбили. Уличный грабеж. А связанный непосредственно с работой в интиме? Вот так как в Европе все цивильнее, возвращаемся к этому моменту, что там люди более цивильные. То есть, любому мужчине, который пришел за услугой, да, то есть, у которого, тем более, там, может, девушка еще есть или семья, да, ему, в первую очередь, ему не выгоден какой-либо конфликт или какая-то конфликтная ситуация. Соответственно, там все, ну, как бы, достаточно осторожные. То есть, были даже параноики, которые, там, бегали по квартире, проверяли, то есть, ну, по протеону. Камер-жучки. Да, камер-жучки, то есть, ну, вплоть до такого маразма, как бы, ну, по сути, ну, были ситуации, все, что может сделать в этой ситуации максимально, да, что может сделать охранник, если какой-то буйный попался, то есть, это выскочить, но бить его нельзя. Да, потому что, ну, как бы, ты автоматически встреваешь. Ну, уголовное дело. Да, то есть, тут как раз-таки нужно проявить смекалку и, ну, перевести эту ситуацию в какой-то абсурд для того, чтобы вот этого буйного человека, да, клиента, его, как бы, переклинило, он не понял, что происходит. То есть, ну, как бы, и поймать его на этом, и удалить его из апартаментов, так скажем, для того, чтобы он не навредил больше, чем уже навредил. И, так скажем, в дальнейшем данный клиент попадает в черные списки во всех местах, куда могут дотянуться связи агентства. Ну, в целом, в этом агентстве, безусловно, и в партнерских всех агентствах, с которыми они общаются. Да. Потому что все, в принципе, рынок-то, ну, друг друга знают, владельцы агентств в любом случае. Скорее всего, я так близко не был к, ну, к этим людям, но, скорее всего, так и происходит, как и в любой сфере. То есть, ну, если ты где-то накосячил, как бы, ну, об этом узнается обязательно. На сколько часов, вот ты уже находился часто в апартаментах с девушкой, там, посмотрел эти деньги, пересчитывал на фальшак, проверял, да. На сколько часов дольше всего оставался один клиент на твоей памяти? Шесть часов, по-моему. Ну, и за эти шесть часов соития не было. Да. Да. Чувак, походу, пришел просто, ну... Поболтать, побухать. Да, он, по-моему, свинишкам пришел. То есть, ну, как бы, ну, и такое бывает, на самом деле. То есть, ну, они же зачем туда идут, за, ну, как бы, за атмосферой, кто-то за животными какими-то, да, за моментами идет, кто-то идет за психологическим моментом. Соответственно, как бы, вот есть такое, есть такое мнение, что, ну, эскортницы, да, там, то есть, ну, или проститутки, если по-другому, да, там, как раньше говорили. То есть, хорошие, лучшие психологи, так скажем, потому что, ну, любят прийти, выговориться, да, то есть, ну, как бы услышать какое-то, получить какой-то фидбэк для себя. То есть, ну, и уйти в лучшее настроение с лучшими мыслями, чем туда пришли. Ну, это такая, это, можно сказать, сейчас шутка родилась, психолог 2.0, да, то есть, она послушает, но при желании еще и трахнуть можно. Да, 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 именно так, именно так. А если с гонорарами девушек все понятно, плюс-минус, там, за две недели она, там, 14 евро может увезти, из которых, там, ей останется 8, да, 8 тысяч за две недели, а сколько платят, вот, охранникам, тебе сколько конкретно платили? По зарплате, ну, все перелеты, да, как бы проживание, то есть, ну, и питание, все это предоставляется, оплачивается, понятное дело, то есть, ну, за счет агентства непосредственно, а окладная часть была, то есть, ну, старт был 700 евро, то есть, я получал 700 евро, и была возможность, там, получить какие-то премиальные, если какая-то внештатная ситуация решалась, да, то есть, критическая, то вознаграждали премиальными, то есть, ну, если ты, так скажем, компании помог избежать большего ущерба, тебя вознаградят, если агентство хорошее. Ну, ты, ты все время находился за границей, не летал туда-сюда каждую, там, неделю-две, да? Бывало, летал туда-сюда, то есть, ну, по неделе находясь всего лишь, да, как бы, ну, это невыгодно, понятное дело, но там были определенные обстоятельства, бывало, максимум, сколько я сидел, это месяц, то есть, ну, месяц, психологически тяжело очень, очень тяжело психологически, с той точки зрения, что ты находишься, как бы, ну, постоянно среди красоток, да, как бы, и ни в коем случае, нельзя, ну, какие-то взаимоотношения с ними иметь, и при всем при этом ты должен быть им и мама, и папа, и другом, и психологом, да, но при всем при этом соблюдать субординацию, где нужно надавить, а где нужно отпустить. То есть, эту грань не очень тяжело долго держать, то есть, ну, как бы, это психологически тяжело, то есть, ну, ты пропускаешь все-все-все их проблемы, которые у них там происходят через себя, по сути. Слушай, ну, если нельзя, ну, очень хочется, то можно. То есть, был у тебя когда-то секс, там, с девушкой, которую ты защищал? Нет, я был довольно-таки... Стойким? Ну, я, ну, я был стойким, да, то есть, я был, ну, я работал на совесть, на совесть, и, ну, я однозначно знал, что если что-то такое будет, да, то есть, ну, предполагал, что если что-то такое будет, обязательно бы узналось, 100%. Тебя выгонят? Да, конечно. Девочку оставляют в любом случае, выгоняют сотрудника за такие действия. Но хотелось? Так, ну, любому нормальному мужику бы хотелось бы, абсолютно любому, то есть, ну, как бы, тут уже вопрос стержня, собственно, то есть, если стержень сильный, то ты не поддашься на искушение, то есть, ну, будешь всегда себя в голове держать правильные мысли и сможешь совладать. Сто процентов, но по поводу предыдущей фразы мы сейчас тысячу шуток увидим на ютубе, если, если стержень сильный, да, 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 это опять же хорни и подтексты. А сколько от вашего агентства максимум, вот, было девушек? Агентство это ваше по, там, среднеевропейским меркам, оно было крупное, мелкое, среднее? Я не соприкасался, ну, с руководящим звеном, соответственно, на это вопрос я не могу обширно ответить, да, то есть, ну, как бы, врать не хочется, но агентств в России сейчас, ну, исходя из количества выпусков, снятых по этой тематике, как бы, достаточно, ну, много, вот, то есть, но, как я понял, все работает по направлениям, то есть, есть там Москва, да, есть там Сибирь, есть Питер, допустим, есть Юг, есть СНГ, там, есть Украина, то есть, ну, и они крепятся локально, эти агентства, то есть, ну, агентства бывают разные, у каждого, там, свои какие-то структуры, вот, конкретно не могу сказать, потому что я вот соприкасался только с одним, и, там, на протяжении, сколько, ну, 8 месяцев. Вот, ты же разговаривал с девчатами, и я уверен, что многие из них были такие весьма продвинутые в эскорте в разных направлениях, там, и азиатские страны, и арабские, и европейские, да, в какую страну любят летать больше всего, в какую не любят, например, по рассказам, по твоему общению с ними? Опять же, от личности зависит, то есть, все люди разные, тут у кого-то не до выбора, да, куда лететь, куда хотеть, не хотеть лететь, то есть, ну, как бы, в большинстве случаев говорят, есть вот, ну, какие-то, такие-то направления, есть направления сюда, сейчас есть направление сюда, дальше летишь, не летишь, летишь, зарабатываешь, не летишь, как бы мы другую найдем, незаменимых людей не бывает. думаю вы все слышали про бота глаз бога в телеграме у меня посвящен ему отдельный целый выпуск смотрите там по ссылке который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику должнику или просто понравившейся девушке поиск ведется по номеру телефона e-mail of его или номеру авто анкеты в инстаграме вконтакте и других социальных сетях и мессенджерах также можно очень быстро найти человека по фото пробить весь комплекс инфы по его айпи адресу или bitcoin кошельку работает почти для всех стран но больше всего инфы в боте по гражданам россии украины белоруссии и казахстана правда есть и проблема глаз бога постоянно удаляют из телеграма поэтому работающая ссылка в описании под видео да еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота который максимально быстро удовлетворят ссылка в описании ты когда мы списывались по поду интервью конкретно сделал акцент что эскорт в котором ты работал но охранял окей чтобы не упрекали в двусмысленности на он был полуэлитным вот как ты ценил что он полуэлитный что тогда элитный по-твоему если исходить из уровня заработка да то есть на куда девочки летают то есть заработок девушки да конечно заработок то есть на стоимость услуги и возможности клиентов которые находятся на местности на определенную то есть допустим если ты дубая возможности там безграничны то есть но как бы если там с европой сравнивать дата в дубаях на квадратный километр там энное количество ну там миллионеров миллиардеров да то есть в европе как-то все с этим попроще в россии еще проще то есть но как бы есть определенная градация но и опять же в дубаях абсолютно другой сорт работает то есть на другой другой уровень и другие вложения допустим в ту же девочку происходит то есть но как правило те кто летают на дубайское направление эти девочки с заработанные денег они сами в себя вкладывают то есть поддерживают поддерживает форму так скажем вот европейское направление там конечно но чуть больше конвейер но про россию тут очевидно все то есть массовый конвейер разных сортов но все-таки я думаю любая девушка которая работает там в россии допустим на в этой сфере она хотела бы полететь в европу и хотела бы полететь когда-то в дубае для того чтобы джекпот срубить самая элитка я тоже знаю слышал и за общаюсь с владельцами эскорт агентства владельцами телеграм-каналов именно по эскорту и самая элитка в дубае естественно они платят там 25 50 тысяч за неделю могут одной девушке заплатить их там реально как ты сказал толпы просто толпы не совсем из них спят потому что там наркотики все остальное несмотря на мусульманскую страну да и они там большая часть из них может реально до секса не доберется за неделю им в как бы в кайф они тусят там лучших апартаментах дворцах яхтах и так далее им просто платят там 25 50 к в неделю и могут и не трахнуть за это время но если уже трахают то я читал что знаю что шейхи эти там без презерватива как бы там и анал и все что угодно но деньги за это платят сумасшедшие но и требования достаточно высоки то есть он именно модельной внешности молодые худые стройные не рожавшие и выше в общем-то самая элитка в дубае именно ну то опять же все зависит от вкусовых предпочтений то есть ну что сегодня ему в голову взберло что я хочу вот такую то есть именно поедать параметра дальше уже менеджеры будут хотеть найдут не найдут такой но скорее всего найдут потому что денег все хотят но вот ты был в европе то есть самих допустим азиатских европейских моделей там африканских их конечно меньше на чем снгшных я не работал с не русскоговорящими так скажем девочками то есть но по факту если там рассматривать тот же twitter форума то есть там разных много то есть но разные масти так скажем и цвет кожи и там этнические какие-то признаки и так далее то есть опять же каждый выбирает себе по по своему вкусу то есть но эта сфера достаточно развитая сейчас но в том плане что ты можешь сидя дома это сделать выбрать просто я заходил давно еще я был очень молотом 2004 году и например заходил в испанские бордели валенсии да и там работали девчата из украины из россии и работали из восточной европы из румынии и венгрии в том числе то есть но вас но большинство конечно все равно но в испании как-то румынок большинство дано в целом вот турции и все прочее что взять и вся прочая европа мне кажется больше всего именно девушки из снг за закрывают потребность этого интим рынка ну моё такое субъективное впечатление но как сказать но вот ты сказал румыния испания да то есть испанцы они смугленькие румыны как бы это кто на цыганская нация да то есть но как бы поэтому они по внешним признакам похоже на при всем при этом иностранка то есть какой-то может это может экзотика чувствуется то есть от этого для клиента опять же тут поток поток ну как каждый каждый день кто-то получает эту услугу по всему миру и соответственно тут какую-то ну какую-то конкретную статистику составить довольно сложно то есть имея небольшое количество данных так скажем то есть на этом мы не можем подсчитать то есть но по факту просто каждый по вкусу выбирает все от человека зависит кому-то нравится определенный типаж да то есть и он от этого типажа отталкивается и постоянно там как одной ходит допустим да кому-то нравится каждый раз к разным девочкам ходить то есть все все индивидуально но в испании ценник был я помню 70 евро это 2004 год 70 евро полчаса в борделе там я кстати в наших широтах я никогда не видел чтобы тарифицировать там по полчаса вот испании так может такой в европе есть фаст программе в европе есть но как бы да и полчаса есть полтора часа то есть но как бы есть но тут уже зависит от договоренности непосредственно то есть но как бы как как гости удобнее будет то есть какие у него финансовые возможности то есть на кому-то реально на полчаса как заскочить и все дела сделать и быстро по своим делам там отправиться да кому-то хочется там подольше побыть и чтобы вы еще покормили допустим да какой вкусной едой то есть то это тоже присутствует то есть ну вот это чем 1 как бы в россии мне кажется не распространенная тема да что ты приехал к скортнице на тебя хочу накормила вкусно то есть европе эта тема практикуется прайс устанавливает агентство или сама девушка прожить агентство все финансовые моменты все лежит кому как правило на агентстве непосредственно то есть но потому что есть же рынок да ну рынок от конкуренция всегда для того чтобы конкурировать нужно обладать кеми-то входными данными для того чтобы мы были заказы и шла прибыль фальшивые деньги часто в соулли бывало и как бы ну вот это как раз таки внештатная ситуация когда фальшь нужно резко это опознать до для того чтобы обратных передать и ну как бы то что девочка уже дальше импровизировал по инструкции да то есть но пыталась гостем договориться другие давай другие либо если уже как бы но три фальш поймал если как бы но назревает конфликт с гостем да то есть вы сам может не знать по сути что мы фальшивки да то есть но фальшивые деньги в обороте ходят визу у меня было то есть я тоже когда-то рассчитался фальшивые купюры но абсолютно не намеренно вот ну как бы это опять же все зависит ситуации то есть если конкретно чувак сует деньги да то есть но вы знаю что они фальшивые то конечно же он будет конфликтовать и будет спорить а никому это не интересно если и ну как бы ситуация разворачивается таким образом то конечно же проще взять и потом где-нибудь слить их ну аккуратно осторожно как бы и случае если поймает прикинуться дырочком типа да я сам не знал русо туристу паблику мар облика морали сиси сиси вы их а то сиси она сразу это да мы на французский период а если какие-то критерии отбора вот на должность охранника как бы и но я-то я-то понимаю там твои параметры умственные скиллы и все прочее но в целом то есть вот ты тебя привели на кастинг скажем тогда как девушку при ли таки тебя привели на кастинг вот вот агентство что послужило причиной что ты прошел но зачастую это рекомендация то есть но если есть человек который внутри системы работает внутри всей этой системы который тебя порекомендовал то есть но как бы этот человек вернул для агентства этот человек первую очередь за мотивирован тем что он не хочет себя подставить чем снова давая на тебя какую-то рекомендацию да и соответственно по критериям уже как бы на немножко затронули эту тему достаточно просто диалог провести как бы даст кандидатом так скажем да то есть но поставить ему какие-то рамки сказать что ты сделал в этой ситуации что ты сделал в той ситуации то есть но в зависимости от ответов человека понять то есть но какого склада этот человек и как он себя поведет в той или иной стрессовой ситуации а физические данные какие-то ну вот я бы прошел например или нет то есть ты там шире меня в два раза в плечах моложе и активнее то есть и меня взять то есть прошел бы если нет то есть на физическую форму обращать внимание способен ли ты дать отпор там двум бога бугаям или нет два бугаяни но не попадут в аппарты никогда то есть но это группа вот этот группа в ухо гэнг-бэнг гэнг-бэн это этот 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 табу то есть но не должно быть так и все это контролируется понятное дело то есть но но не было такого чтобы ну как бы на моей памяти кто-то там врывался и пытался там обнести и так далее то есть любом случае вся касса хранится собирается постоянно перемещается да то есть и достаточно сложно отследить этот процессинг да то есть если у кого-то появится желание выставить непосредственно там какую-то точку определенную на которой происходят работы то есть но невозможно отследить по поводу параметров физических да нет никаких критериев просто ну как бы там главное руководство на чужбине тем что лучшая драка то которой не было то есть но ты любыми способами должен избежать конфликта при котором будет сильнее сильный ущерб да то есть ты должен минимизировать ущерб и вообще как бы но эту ситуацию всю полностью охладить так скажем если такая ситуация критическая возникла то есть другой момент когда дать тебе как туриста там в переулке нож к горлу представляю да какие-нибудь мигранты допустим да то есть там ничего не сделать что если никому не кайф какая бы сумма не лежала да никому не кайф жизни со своей оставаться конечно деньги эти будут сумка отдана да и соответственно главное что человек жив остался и неважно кем он работает где он работает то есть но никому такие проблемы не нужны чтобы их сотрудника где-то там потекали твое личное отношение да к девушкам из эскорта по сути к проституткам давай вот прямыми словами скажем ты много с ними общался больше я думаю гроз чем я тут как и в обычной человеческой жизни есть бляди гнилые а есть достойные люди и тут люди попавших и новую ситуацию которых вынудил этим заниматься и этот путь который они выбрали это возможно максимально короткий для них путь для достижения какой-то цели вот то есть но лучше пусть они будут зарабатывать этим да нежели есть девушки очень много их которые просто так это делают да то есть мы повсеместно не зарабатывая просто но как бы отдавая себя направо и налево это хуже ну по моему мнению а было тебе их жалко когда-нибудь нет жалеть нужно тех у кого ручек ножек нет инвалидов можно пожалеть вот они не могут реализоваться связи с какими-то увечьями в этой жизни и все у кого есть голова руки-ноги да то есть любой человек может реализоваться все зависит от того как бы но какой в каком направлении человек хочет реализоваться но тем более же это не единственный путь она могла по сути не идти в эскорт могла кто-то как болоте вязнет в этом вот то есть кто-то выбивается и вот но радостно за те кто выбивается кто зарабатывать капиталы уходят и устраивать свою жизнь от наверное открывает маникюрный салон как это часто ноготочки но выходит замуж уходит из сферы что-то делаю да как покупать квартиру выходит замуж живут нормальной жизнью как бы и возможно когда вспоминают эти вещи но цель-то достигнута определенный который человек составит те кто те кто бесцельно это делает да у кого нету конкретного плана действия в голове не зависают конечно как в болоте то есть человек финансово неграмотный он всегда будет находиться на том месте на котором он находится на где он получает средства и будет эти средства терять ну как бы не будет их рационально и спускать на шмотки спускать на шмотки да то есть опять же к дольче вита дольче дольче габбана дольче вид красивую на красивую жизнь а средний возраст девчат вот наши да и но снг шных российских которые там работают от 18 до 35 нет среднего то есть возраста абсолютно разные потому что опять же вкусы у клиентов абсолютно разные и соответственно как бы все все возрасты до 35 лет ну по моей скромной оценке актуальны девушки клиенты наркотики как в европе табу по крайней мере у нас так было ну табу для кого для употребления тобой девушка или клиентом вот я пришел например там с граммом кокса к примеру ли с косяком да я хотел бы курнуть то есть я не могу это на точке с девушкой в комнате курнуть не знаю как остальные запрещал но я запрещал девочки клиент может делать тут главный критерий был особое внимание то есть ног ситуации то есть более плотная связь с девочкой да то есть но чтобы в случае чего отреагировать на какую-то внешне соответственно но девочкам нельзя потому что ну вот она сейчас понюхать да придет другой она еще не отошла и она в таком виде это не камильфо но это да то есть а клиенты употребляли без проблем но разве что внутривенных не было гринщика то есть такого на моей памяти не было не сталкивался с таким в основном до кокаин такие такие назальные а как бы ты оценил общий уровень вот развития людей до в европе в россии потому что сейчас объясню к чему я то есть у меня есть определенный топ-4 страны в которых топ-4 стран в которых я хотел бы жить именно не потому что мне там сильно нравится там климат еще что-то а именно по тому что люди там на порядок мне кажется в развитии уже своим ментальном умственном там превосходит нас это вот швейцария допустим нидерланды швеции англии но я вижу это просто по законам которые не принимают по их отношениях беженцам там бездомным животным там ну вообще ко всему к преступникам в том числе и так далее это вот у меня такой топ стран это вот нидерланды получается швеции англии и швейцарии вот просто общий такой культурный уровень до людей в европе у нас вот твое мнение поскольку ты достаточно молотый можешь как-то не заширенным взглядом еще это оценить у нас смекалка такая на как я считаю но на мой взгляд нас русских смекалка такая потому что мы постоянно ваху то есть то что нас к нас не будет а мы крышем это выкрепчаем да то есть но как бы это постоянно происходит и понятное дело мы в любой хуйне выживем как бы и выкарабкать но большинство кто не изнеживался европейцы они снежные то есть они вот живут у них жизнь течет своим чередом да то есть но как бы у них какие-то проблем не возникает и но они их не испытывают а когда эти проблемы начинаются они ну как бы теряются то есть и соответственно говорить о их ментально возить если мы говорим об и киуда допустим то это вообще одно если мы говорим про и киуда и киу проймом практике дарились как бы но это или так experience да вот то это вообще другой абсолютно то есть но а по доброте по человеческим качеством отличие какие но отличия сродни среде в которой человек живет там воспитывается до находится всю жизнь соответственно как бы ну европейцы они более добрые да то есть но как была ситуация когда я очень жестко потерял сюда в одном городе неизвестным и просто обратился к человеку да этот человек на встречу не шел то есть он шел в ту сторону откуда я пришел он остановился выслушал меня через но отвел меня несколько кварталов то есть на серьезное расстояние отвел мне куда мне нужно прощался со мной пошел обратно куда он шел то есть не не сложно было потратить на это время он как бы отнесся с пониманием люди там в целом добрее потому что жизнь у них немножко более мягкие условия для жизни более более такие инкубаторные сказал условия для жизни то есть но как бы допустим нас в россии все достаточно жестко и пожестче чем там но при всем при этом за счет этой жесткости русский человеком более смекалось смекалистые находчивее там где русский человек найдет выход из самой ужаснейшей ситуации европеец потеряется не будет знать что делать и как бы потому что в такую ситуацию никогда не попадал вообще в жизни предполагал что он попадет в такую ситуацию но при всем при этом они добрее потому что как бы но когда у тебя очень много негативных стрессовых моментов жизни ты становишься злее что тебе больше все запомнилось за время от работы охранников самое что интересно запомнился случай но не связанные со сферой то есть я перемещался ехал из одного города в другой и в скоростном поезде ко мне подсел парнишка он из провинции самых не разговорились на английском разобщались на английском да он из провинции сам то есть но из очень небогатой семьи то есть семья очень скромно живет даже по меркам той страны в которой находились и парень ну как бы не не супер вундеркин да какой то то есть но не не супер это сказать что это вильнюю что не сказать что у него великий ум но он смог поступить достаточно престижный университет без денег да то есть но без взяток каких-то даты своими силами поступить на международные отношения то есть новым дальнейшем отучиться на международного юриста или в может даже дипломатом стать перспективе если там направление выберет он там объяснял там свои нюансы есть то есть но фактически у человека даже у людей там больше возможности для того чтобы как-то развиться даже если ты из небогатой семьи то есть за границей да да не скажу что по всей европе так но во многих странах европе ты можешь поступить куда-то это престижное заведение тут учиться допустим да в тот же вуз даже не имея больших денежных средств или там очень заряженных родителей как тебе удавалось держать под контролем группы эскортниц да вот которые находятся в разных местах ты сам сказал что одна в этом городе 2 в этом третье в этом очень много но очень многие из них друг друга знают то есть но и там сарафанное радио работает если ты находишься в хороших отношениях с каждой из них да то есть но взаимоотношения правильно выстроены рабочие взаимоотношения то ты будешь обладать всей информации у кого что происходит даже если ты где-то очень далеко оттуда то есть но на доверие так скажем все основывается этот процесс то есть я в плане там своих подчиненных всегда всегда знал что у кого происходит у кого какие проблемы и даже не нужно было мне рассказывать кому-то из них что они какая-то проблема я уже не знал заранее уже даже придумал как человеку там помочь поддержать подсказать что-то для того чтобы человеку стало легче то есть но такой психологический момент и они очень любят большинства из них язык без костей но это играет на руку в моем сын играет на руку мне фактически да если бы это было с человеческой точки зрения да то есть люди которые так живут в обычной жизни не связаны с работой то это как бы насчитается не очень когда человек так манипулирует да то есть как серый кардинал какой-то вот но это связано было с работы поэтому приходилось так делать вот но опять же это было для не для ущерба благой цели для оптимизация процесса язык без костей в данном случае в прямом и в переносном смысле что ты для себя понял или вынес работая вот в этой сфере да есть ли желание вообще вернуться если начать с того что вынес для себя очень много психологических моментов каких-то человеческих то есть там очень много было судеб разных разных людей но и причины кто кто почему и как попал туда в эту сферу до работать то есть но какой-то чужой жизненный опыт так скажем то есть какие ситуации бывают людей в какие ситуации лучше не попадать касаемо хотел бы вернуться до хотел вернуться на множество раз хотя бы еще две-три страны посетить то есть на каких-то новых это климат это хорошая еда местный менталитет приятный то есть но как бы приятно находиться там конечно но в россии скучно возможности не супер много а мир хочется посмотреть все таки и люди злее и люди злее да и последний вопрос ты бы женился на эскортнице знаю вот ее прошло бытует мнение что лучше жена это эскортница потому что они насытились все пробовали и как бы они будут верны до победного будут ценить эти отношения которые у них имеются с мужем да я думаю это миф возможно миф тут от человека все зависит опять же если это если мне в жизни попадется такая девушка до которая там будет во всем мне устраивать там поддерживать мы будем с ней жить в унисон так скажем если она когда-нибудь мне скажет что я работала там по молодости в эскорте я наверное смог бы закрыть на это глаза потому что но как бы сейчас двадцать первый век соответственно как бы но невинных нет так скажем с определенных каких-то возрастов поэтому как бы ну а какая разница сколько я за человек определенный момент как бы таким занимался значит блага это цель объективная для того или причины причина да то есть но если если человек при этом не испоганился если ну как бы человек не устраивает то почему бы нет это как гостиницы знаешь то есть для тебя штамм тоже жили в этом гостиничном номере может там тысячи человек но он же не стал от этого хуже по сути спасибо большое за рассказ когда-то делите что понравилось что не понравилось чем вы может быть не согласны и пишите какой у вас или ваших знакомых есть опыт в европейском эскорте дай что вы думаете по поводу вот мы поднимали сегодня интересная тема что там люди добрее но они такие более более нежные да как растения вот и что вообще думаете об этой сфере и рассматриваете ли вы для себя вот может быть пошли бы вы в эскорт или вообще это табу никогда в жизни